Провокация или приглашение к диалогу. В минувший уикенд Новосибирск оказался во власти уличных театральных представлений, перформансов, неожиданных внедрений, инсталляций и необычных выставочных проектов. В столице региона проходили сразу два фестиваля современного искусства и уличного театра. Мой коллега Алексей Кудинов постарался успеть и туда, и туда. Субтитры создавал DimaTorzok Происходит со смыслами, которые мы пытаемся донести до других. Эта работа как раз про то, что обратить внимание на средства коммуникации, с помощью которых мы общаемся. Здесь вы с помощью нажатия клавиш запускаете запись на пленку речи одного из людей, и она начинает проигрываться, и что-то с ней дальше происходит. И в конечном счете она стирается, и как бы, ну и вот то, что там фоном написано на самом деле, да, то есть на самом деле мы не знаем, что происходит, потому что мы во многом в плену средств своих коммуникаций. Фестиваль «48 часов Новосибирск» совместно провели Центр культуры ЦК-19 и Гёте-институт. Несколько кураторов отобрали более ста различных проектов. Видео и аудиоинсталляции, перформансы, выставки, лекции, творческие лаборатории и многое другое. Все это двое суток показывали на самых разных площадках, от рынка до кинотеатра. Охватить программу полностью невозможно. И именно такое, тотальное проникновение современного искусства в городскую повестку дня – одна из целей организаторов. Как показывает практика вообще, в принципе, если что-то очень долго длится, то люди думают, ну завтра, 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 да. А на самом деле вот эта идея «48 часов, уикенд», когда человек может погрузиться в современное искусство, потому что, ну, все равно вот эта вот какая-то чувствительность, возможность погрузиться, почувствовать в какую-то среду, так, может быть, ну, так, не знаю, спать в какую-то медитацию, да, она очень важна для понимания, для прочувствования работ художника. А если бы это длилось неделю или месяц, ну, я думаю, что вот эта вот чувствительность, она бы потерялась. Международный фестиваль уличного театра «Три вороны» напротив проходил в течение всего месяца. В афише, правда, традиционное слово «спектакль» соседствовало с такими форматами, как «пранк-променад», «сайт-специфик» и «научная прогулка». Так что и здесь люди, не сведущие в современном театре, вполне могли запутаться. Но, по словам организаторов, новосибирская публика неизвестности не испугалась. Это молодая публика, которая открыто совершенно идет вот за каким-то экспериментом, приезжает на расточку, едет с нами в поле. То есть мы такую географию придумали довольно разнообразную фестивалю. Ну, я, честно говоря, удивлена в хорошем смысле нашей публике, ее открытости, готовности, тем, как принимали. Фестиваль «Три вороны» завершился спектаклем польских артистов «Свинополис», который начинался как детская сказка о юных поросятах. Они ходят в школу, резвятся, радуются прибавкам весей и почитают творца их немудреного рая, человека. Но затем прозревают, что кормят их не просто так, пытаются протестовать и выходят на баррикады. Но охлажденные водометами отправляются на убой. Сюжет навеян творчеством Оруэла. Спектакль этот показывали в разных странах мира, в том числе и с весьма суровыми государственными порядками. Не всегда все проходило гладко, но в Новосибирске весьма радикальное уличное представление приняли. Алексей Кудинов, Антон Мамаев, Новости ОТС.